Власть договаривается, люди протестуют. Несколько дней в Афинах проходили митинги против сокращения социальных выплат. Правительство в это время как раз вело переговоры с международными кредиторами о выделении нового транша. И стороны договорились, как изменится жизнь греков, расскажет Елена Абрамович. Протесты на центральных улицах Афин каждый раз, когда приближается время переговоров с международными кредиторами о новых траншах. Люди не хотят сокращения пенсий. На фоне высокой безработицы многие семьи выживают только благодаря этим выплатам. Поэтому требуют помощи от государства. Мы платим за коммуналку немного, 319 евро, но мы еле сводим концы с концами. Субсидии очень бы помогли, но, к сожалению, их не утвердили. Должников по коммунальным платежам уже почти 40% населения. А некоторые вообще отказались платить. Энергетические компании нанимают коллекторов, чтобы выбивать долги из населения. Но люди уверяют, просто не в состоянии погасить задолженность. Мы вынуждены использовать лампочки под 5 ватт, 2 ватта. Ослепнем скоро. Бойлер включаем всего на пару минут. Немного подогреть воду и сразу выключаем, чтобы не выросли счета. И детей своих учим привыкнуть к тому, что мы многое не можем позволить им купить. Но помочь государству не в силах. Казна пуста. К тому же этим летом Греция должна приступить к погашению международных займов. Сумма более 6 миллиардов евро. Но страна до сих пор не может протянуть без кредитов. Об очередном транше с кредиторами договаривались так долго, что премьер Алексис Ципрос уже попросил созвать внеочередной саммит еврозоны. Европейские коллеги соглашались. Проблема срочная. Я придерживаюсь мнения, что соглашение должно быть достигнуто как можно скорее. А мониторинг полностью закончен, чтобы наконец можно было покончить с этой неопределенностью и неуверенностью. Международные кредиторы ежегодно мониторят, выполняет ли Греция план реформ. Выдвигают условия, согласовывают с греческими властями и только после этого дают зеленый свет траншу. Во время последней встречи на Мальте министры финансов ЕС наконец объявили о достижении договоренностей. Нашим командам будет поставлена задача как можно скорее завершить техническое соглашение. Я убежден, что настал момент положить конец неопределенности, которая мешала развитию греческой экономики. Греков заверили, пенсии сократят лишь тем, кто получает больше тысячи евро в месяц. А если стране удастся к 2020 году добиться хороших экономических показателей, то снизят налоги. Грессия лидер по проблемным займам в Евросоюзе, но выход страны из еврозоны может стать слишком тяжелым ударом для евровалюты и Брюсселя. Елена Абрамович, Евгений Каминский, подробности, Европейское бюро телеканала Интер.